Альберт Шпиер Альберт Шпиер Альберт Шпиер Альберт Шпиер Что произошло бы с Англией, если бы на Лондон обрушились не Фау-1 и не Фау-2, а ракета с ядерной боеголовкой? И британская столица была бы полностью уничтожена, как это случилось с Хиросимой в августе 45-го. Но бывший имперский министр Шпиер не назвал вторую причину неудачи немецкого атомного проекта. Нацисты изгнали из страны своих лучших физиков. Существует примитивный вид антисемитизма – это борьба против евреев как таковых. Примитивные антисемиты считают, что проблема решена, если евреи не имеют больше права принимать участие в политической, культурной и экономической жизни нации. Но существуют еще евреи не по крови, а по духу. Таких бациллоносителей называют белыми евреями. Более всего заметен еврейский дух в области физики. Самый заметный его представитель – Эйнштейн. Все великие открытия и научные достижения в области естественных наук следует отнести насчет особых способностей германских исследователей к терпеливому, прилежному и конструктивному наблюдению природы. Германский исследователь в так называемой теории всегда видит лишь вспомогательное средство. Еврейский дух выдвинул на передний план догматически провозглашенную, оторванную от действительности теорию относительности. Эта тирада была напечатана в журнале «Черный корпус» в органе СС. Автор статьи – крупнейший немецкий физик, лауреат Нобелевской премии Йоханнес Штарк. Штарк стал поклонником Гитлера еще в 20-е годы. После неудачной попытки нацистского путча в Мюнхене в 24-м году Штарк публично заявил о своем признании Гитлера. «Его честность и внутренняя цельность, которую мы встречали в великих исследователях прошлого, в Галилее, Кеплере, Ньютоне, Фарадее, восхищают нас в Гитлере и его товарищах. Мы узнаем в них близких нам по духу людей». Штарк был идеологическим антисемитом. Если физик принимал теорию относительности, Штарк заносил отступника в список белых евреев. Но если физик стоял на правильных позициях, ему прощалось все. Штарк даже заступался за помесь, как на животноводческом языке нацистов именовались немцы, у которых была хотя бы четверть еврейской крови. Из-за расового дефекта профессора Густава Герца, полуеврея и лауреата Нобелевской премии отстранили от преподавания в Техническом университете Берлина. Штарк нашел своеобразный аргумент в его защиту. Он писал в союз немецких студентов. У профессора Герца в его внешности, поведении и научной деятельности нет ничего еврейского. Единомышленником и соратником Йоханнеса Штарка был еще один лауреат Нобелевской премии Филипп Леннарт. Он именовал экспериментальную физику нордической наукой, а теоретическую физику считал всемирным еврейским блефом. Теорию относительности Эйнштейна Филипп Леннарт называл отвратительным порождением азиатского духа. Филипп Леннарт и Йоханнес Штарк выразили антипатию физиков-экспериментаторов к теоретической физике, значение которой выросло в 20-х годах после открытия теории относительности и квантовой теории. Но теоретическая физика оставалась непонятной тем, кто не имел серьезных познаний в современной математике. Несмотря на накопившиеся горы литературы, писал Штарк, теоретическая физика не принесла ничего нового. Штарк сильно ошибся. Не прошло и десятилет, как теория относительности и квантовая физика позволили создать атомную бомбу, которая изменила мир. Сразу же после прихода национальных социалистов к власти в физической науке в Германии был нанесен тяжелейший удар. Штарк и Леннарт получили невиданную власть в науке. Теперь они решали, кто имеет право заниматься физикой в Германии. Примерно четверть всех физиков, прежде всего ученые-теоретики, начиная с самого Эйнштейна, лишились работы, потому что они были евреями или не принимали национал-социализма. Потом Йоханнес Штарк взялся за так называемых белых евреев. Он набросился на Нобелевского лауреата Вернера Гейзенберга, единственного человека, который мог создать Адольфу Гитлеру ядерное оружие. Штарк написал еще одну статью для органа СС «Черный корпус». В ней говорилось. В 1933 году Гейзенберг одновременно с учениками Эйнштейна Шрёдингером и Дироком получил Нобелевскую премию. Это решение, находящийся под еврейским влиянием Нобелевский комитет, принял демонстративно. Это прямой вызов национально-социалистической Германии. Гейзенберг принадлежит к наместникам еврейства в жизни немецкого духа. Эти люди должны исчезнуть, так же, как и сами евреи. Ненуис Кейнштейн и его идеям не была монополия немецких национал-социалистов. И в нашей стране, ну же после войны, тоже произошло разделение ученого мира на тех, кто понимал современную физику, и на тех, кто отрицал квантовую физику и теорию относительности, требовал марксистского подхода и большего патриотизма. Министр высшего образования Сергей Васильевич Ковтанов докладывал маршалу Ворошилову, который был тогда заместителем председателя Совета Министров по науке и культуре. Необходимо решительно разоблачать враждебные марксизму-ленинизму течения, проникающие через физику в высшие учебные заведения. В учебниках совершенно недостаточно показана роль русских и советских ученых в развитии физики. Книги пестрят именами иностранных ученых. В 1948 году началась подготовка к Всесоюзной конференции физиков, которая должна была провести такую же большую чистку, которую народный академик Трофим Денис Челысенко устроил в биологической науке. Уже заседал оргкомитет, участники которого выявляли недостатки современной физической науки. Особенно их раздражало обилие еврейских фамилий среди физиков-теоретиков. В ситуации борьбы с космополитизмом это открывало широкие возможности для избавления от научных оппонентов. Уже была заготовлена резолюция будущего совещания. Для советской физики особое значение имеет борьба с низкопоклонством и раболепием перед Западом, воспитание чувства национальной гордости, веры в неисчерпаемые силы советского народа. Главной мишенью стали академики Петр Капица, Абрам Йоффе и Лев Ландау, без которых невозможно представить современную науку. Но именно их собирались перенести в жертву кампании по очищению физической науки от космополитов и низкопоклонников перед Западом. В отличие от завистливых, но малограмотных идеологов, руководитель атомного проекта Игорь Васильевич Курчатов понимал и значение теории относительности и роль физиков-теоретиков. Он обратился за помощью к Берии. Лаврентий Павлович поинтересовался у Курчатова, правда ли, что квантовая механика и теория относительности являются идеалистическими? Курчатов ответил, что если их запретят, то и атомной бомбы не будет. Конференцию отменили. Бомба была важнее, чем борьба против космополитов и буржуазного влияния в физике. У Вернера Гейзенберга ситуация была не лучше, чем у Йоффес-Ландау. Появление в эсэсовском журнале статьи с политическими обвинениями не предвещало ничего хорошего. Но Гейзенберг не спешил отдаться на милость судьбы. Он всегда был очень гордым человеком. Когда будущему лауреату Нобелевской премии было всего 6 лет, учитель ударил его линейкой за то, что он что-то не так сделал. Потом учитель извинился. Но юный Гейзенберг не принял его извинений и никогда не смотрел учителю в лицо. Теперь он поступил так же, как позже будет действовать Курчатов. Гейзенберг написал личное письмо Райхсфюреру-эсэс Генриху Гиммлеру. Он опроверг все обвинения и попросил у Гиммлера защиты. У него были основания полагать, что Райхсфюреру со вниманием отнесется к его письму. Отец Гиммлера и дедушка Гейзенберга преподавали в одной гимназии. Но ответ пришел только через год, в июле 38-го, когда Гейзенберг, отчаявшись, уже собирался покинуть Германию. «Поскольку вы были мне рекомендованы моей семьей, – писал Райхсфюрер-эсэс, – я распорядился особенно тщательно и особенно строго разобраться с вашим делом. Я не одобряю нападки на вас журнала «Черный корпус» и воспрепятствую тому, чтобы такие нападки повторялись». Почему Гиммлер вступился за белого еврея Гейзенберга и выступил против преданного национального социалиста Йоханнеса Штарка? Во-первых, Гиммлер не упустил случая доставить неприятность покровителю Штарка и Леннарда Райхслейтеру Альфреду Розенбергу. Тот считал себя главным идеологом партии и несколько раз довольно грубо давал понять Райхсфюреру СС, чтобы тот не влезал в идеологическую сферу. Но влияние Розенберга падало, потому что Гитлер легко забывал старых друзей и их прежние заслуги. Во-вторых, Гиммлер решил использовать Гейзенберга. У Райхсфюрера СС были своеобразные научные взгляды и интересы. Он верил в переселение душ и считал, что в нем нашел новое рождение немецкий император Генрих I. Гиммлер создал внутри аппарата СС исследовательскую организацию Анненербе – наследие предков. Первоначально речь шла об исследованиях в области германистики. Но во время войны гуманитарные дисциплины отодвигались на задний план. Приоритет получали научные исследования, имеющие целевое оборонное значение. В тот же день, когда Гиммлер подписал индульгенцию Гейзенбергу, он дал указание начальнику главного управления имперской безопасности группенфюрера СС Райнхарду Гейдриху. Гейзенберг может нам понадобиться для наследия предков, если эта организация когда-нибудь станет настоящей академией наук. Гейзенберг – хороший ученый, его нужно свести с нашими людьми, занимающимися теорией космического льда. Учение о космическом льде принадлежит австрийскому инженеру-механику Хансу Хербергеру. В момент тяжелейшего душевного кризиса к нему пришло прозрение. Все планеты Солнечной системы окружены ледяным панцирем. Даже вокруг Луны есть ледяная кора толщиной в несколько километров. А Млечный путь состоит из испарений льда, вырвавшегося за пределы Солнечной системы. Да и все космическое пространство по Хербергеру заполнено льдом, который падает на Солнце, тает и испаряется. Этот водяной пар выталкивается из колоссальных взрывных воронок. Вот происхождение солнечных пятен, мощными протуберанцами, и сейчас же замерзает, превращаясь в ледяную пыль. Когда ледяная пыль достигает Земли, то превращается в тропические и затяжные дожди. Глыбы льда стираются в атмосфере во время падения. Отсюда явление падающих звезд, метеоритов. Особенно крупные льдины лопаются от жары и осыпаются на Землю в виде дождя с градом. Лед и вода, как показали более поздние исследования, действительно имеются в составе Вселенной, например, в хвосте комет. Но все остальные воззрения Хёрбергера были опровергнуты исследованиями космоса. Ханс Хёрбергер нашел аргументы в пользу своей теории в древнеисландском эпосе Эдда, где возникновение мира тоже объясняется борьбой льда и огня. Так был переброшен мостик нордической мифологии, почитаемой фашистами. Теорию Хёрбергера обнародовал астроном-дилетант Филипп Фаут, выпустив в 12-м году книгу «Ледниковая космогония». Ханс Хёрбергер умер в 31-м году. Немного не дожил до прихода своего поклонника к власти в Германии. Гитлер был на редкость невежественным человеком и верил небылицам. Его заинтересовало учение Хёрбергера о всемирном оледенении, потому что оно объясняло историю человечества последствиями космических катастроф. А Гитлер ожидал каких-то гигантских катаклизмов. В январе 42-го года в ставке «Волчье логово» во время ночной беседы фюрер говорил «Я склонен верить учению Хёрбергера о мировом льде. Возможно, когда-то, за 10 тысяч лет до нашей эры, произошло столкновение с Луной. Не исключаю, что Земля вынудила тогда Луну вращаться на её теперешней орбите. Возможно, наша Земля забрала у Луны её атмосферу, и это полностью изменило условия жизни на Земле. Я допускаю, что здесь тогда обитали существа, которые могли жить на любой высоте и глубине, ибо атмосферное давление отсутствовало. Допускаю также, что Земля разверзлась, и хлынувшая в кратеры вода вызвала страшные извержения и потоки дождей. Спастись могли только двое людей, так как они укрылись высоко в горах и пещерах. Выполняя волю фюрера, Гиммлер сам занялся этой теорией. В организации «Наследие предков» был выделен сектор содействия метеорологической службы. Сектору поручили разработать доказательство правильности учения о космических льдах посредством представления долгосрочных прогнозов погоды на космической основе. Правильность теории Хербергера тщетно старались доказать, выявляя взаимосвязь между появлением пятен на Солнце и выпадением дождей. Но несколько немецких профессоров, не зная, что у идеи космического льда есть всесильные покровители, публично назвали ее выдумкой, издевательством над наукой и потребовали прекратить дурачить немецкие народы. Генрих Гиммлер, как ни странно, боялся открытых конфликтов. Философ Эрих Фром писал о нем. Гиммлер всегда оставался слабовольной натурой и знал об этом. Вся жизнь его была борьбой против этого знания и попыткой стать сильным. Он вел себя как подросток, который хочет перестать заниматься анонизмом, но не может, упрекает себя в безволии, пытается измениться, но все напрасно. Рейхсфюрер СС не решился вступить в полемику. Он приказал исследования, связанные с космическими льдами, держать в секрете и ни в коем случае не выступать публично. Гитлер ставил Хербергера в один ряд с выдающимися учеными. В апреле 42-го года вечером фюрер вдруг стал рассказывать о своем проекте реконструкции австрийского города Линца. На той стороне Дуная, говорил он, встанет здание, в котором будут представлены все три системы мира Птолемея, Коперника и Хербергера, дворца теории мирового льда. В куполе этого здания будет находиться планетарий, который не только утолит жажду знаний, посетивших его, но и вполне сгодится для научных исследований. Пока Гитлер восторгался странными видениями своего земляка, решалась судьба немецкого атомного проекта. Внезапная поддержка со стороны Гиммлера избавила Гейзенберга от полицейских репрессий. Но национально мыслящие немцы по-прежнему видели в нем белого еврея. Он хотел получить место профессора физики в Мюнхенском университете, но ему отказали. Имперское министерство просвещения обещало это место представителю арийской физики. Но с начала Второй мировой войны сторонники арийской физики стали терять лидирующее положение. Армия и министерство вооружений не занимались идеологией. Армия, напротив, проявила интерес к созданию ядерного оружия. А группа Ленарда и Штарка была в этой области бесполезна. В 1939 году Гейзенберга призвали в армию. Но отправили его не в горно-стрелковую часть, к которой он был приписан, а в управление вооружений вермахта. Вместе с другими физиками он изучал возможность практического использования атомной энергии. Идея атомного оружия заинтересовала генерал-полковника Фридриха Фрома, который возглавил управление вооружений сухопутных сил вермахта. Новое супероружие давало Германии шанс выиграть войну. Генерал Фром поделился своими мыслями с министром вооружений Альбертом Шпеером. В мае 1942 года Шпеер, Фром и еще несколько генералов приехали к физикам на совещание. Перед ними выступали нобелевские лауреаты Вернер Гейзенберг и Отто Ганн. Министр Шпеер прямо спросил Гейзенберга, возможно ли создание атомной бомбы? Ученый ответил, что научное решение найдено, но нет технической базы. Гейзенберг пожаловался, что ему не хватает ни денег, ни материалов, что из-за призыва в армию лаборантов и техников германская наука теряет ведущие позиции. Генерал-полковник Фром согласился уволить из армии по списку несколько сот научных работников. Министр Шпеер выделил ядерщикам 2 миллиона марок и редкие металлы из имперского резервного фонда, а также включил строительство первого немецкого циклотрона в список первостепенных дел государственной важности. В конце июня 42-го Шпеер осторожно доложил Гитлеру о ходе работ над атомной бомбой. Гитлер несколько раз пытался понять, что такое управляемая цепная реакция, но не осилил основы ядерной физики даже в самом популярном изложении. Тем более, что уважаемые мученые доказывали, что ядерная физика это еврейская выдумка. А партийные чиновники высокомерно посмеивались над американцами, считая, что они ни на что не способны. Немецкие спецслужбы не подозревали о Манхэттенском проекте. Так назывались масштабные работы по созданию ядерного оружия на территории Соединенных Штатов. Ни Абвер адмирала Канариса, ни политическая разведка бригада фюрера СС Шелленберга так и не узнали того, что было известно советской разведке. С сентября 41-го года о ядерных исследованиях в военной сфере в Москву докладывал лондонский резидент Анатолий Горский. Его агентом был Джон Кэрнкросс, личный секретарь лорда Хэнки, председателя научно-консультативного комитета при кабинете министров. К концу 41-го года у советской разведки появился еще один агент, физик Клаус Фукс, который бежал в Англию из Германии. Фукс предложил свои услуги военному разведчику Симону Давидовичу Крэмеру, бывшему кавалеристу, которого перед войной отправили в Лондон помощником военного атташе. Завербовав Фукса, сам Крэмер попросился на фронт. Его просьбу удовлетворили. Он получил под командование механизированную бригаду и в 44-м стал героем Советского Союза. А связь с Фуксом поддерживала сотрудница советской военной разведки Урсула Кучинский. Она была немецкой коммунисткой и работала под псевдонимом Рут-Вернер. Весной 1942 года, когда Альберт Шпеер еще только познакомился с Гейзенбергом и вникал в проблемы теоретической физики, Берия уже предложил Сталину образовать научно-консультативный орган по атомным делам при Государственном комитете обороны, а с материалами разведки ознакомить наиболее заметных советских ученых-физиков. Научным руководителем проекта хотели сделать академика Абрама Иоффе. Он отказался, сославшись на возраст, и предложил вместо себя профессора Курчатова. Сам Курчатов еще не знал, может ли быть создана атомная бомба. Но ему показали материалы разведки, и они произвели на него серьезное впечатление. Он составил список того, что разведка еще должна попытаться узнать, но почти сразу прочертил путь к созданию советского атомного оружия. А в Берлине в эти дни министр Шпиер в последний раз беседовал с ядерщиками. Он задал только один вопрос. Когда? Услышав ответ, что на создание ядерного оружия идет 3-4 года, приказал прекратить все работы. Альберт Шпиер рассудил так. Через 4 года война или закончится, или ее исход уже будет очевиден, и никакая бомба ничего не изменит. Летом 43-го нейтральная Португалия перестала продавать Германии в Альфрам. Это поставило под угрозу производство боеприпасов, и министр Шпиер приказал пустить в ход урановое сырье. На военные заводы отправили 1200 тонн урана. На идеи создания атомного оружия был поставлен крест. Некоторые историки полагают, что если бы Шпиер знал о Манхэттенском проекте, он бы перевернул небо и землю, чтобы догнать американцев. Но нацистская Германия не была столь богата, как Америка. Германия с 1939 года непрерывно воевала, и все средства уходили на первоочередные нужды армии. Американцы израсходовали на создание атомной бомбы 2 миллиарда долларов. Нацистская Германия 8 миллионов марок, по тогдашнему курсу одну тысячную американских средств. Германия, в отличие от Америки, чью территорию не бомбили, в любом случае не в состоянии была построить крупные производственные мощности. Они были бы обнаружены аэроразведкой и разрушены с воздуха. Крупнейший немецкий физик Карл Фридрих фон Вайтсзекер скажет много позже. Нам и в голову не приходило, что Америка в разгар войны сможет пойти на такие расходы. Поэтому сообщение о Хиросиме потрясло нас до глубины души. Неясна позиция самого Гейзенберга. Некоторые историки считают, что он сознательно мешал реализации немецкого атомного проекта, не хотел делать бомбу для Гитлера. Сам Гейзенберг после войны утверждал, что когда Гитлер и Шпиер отказались от идеи бомбы, он был счастлив. В реальности немцы под руководством Вернера Гейзенберга вели работы в том же направлении, что и американцы. Но он довольно быстро понял, что ядерное оружие ему не создать и переключился на строительство атомного реактора. В Соединенных Штатах боялись, что нацистская Германия все-таки может обзавестись ядерным оружием. Больше других в это верили Альберт Эйнштейн и другие физики, изгнанные из Германии. Они торопили президента Рузвельта и премьер-министра Черчилля, потому что все еще считали немецкую физику самой передовой. Они не понимали, что немецкая физика покинула Германию вместе с ними. Здравствуйте, люди! Вот моя любимая мамуля, которая третий год уже не ходит после инсульта. из городской больницы выперли через две недели после инсульта, написав в выписке под наблюдение участкового терапевта, кардиолога, невролога по месту жительства, прекрасно зная, что ни одного врача в поселке нету. В январе будет ровно три года, как я бросил работу в Москве на Новой Риге и приехал в Архангельскую область, чтобы ухаживать за мамой. От государства и соцслужб никакой помощи нету. Выживаем на мамину пенсию, от которой после оплаты ЖКХ и покупки лекарств маме остается 10 тысяч рублей. Вот такой у нас студни, таз есть, коляска есть, добрые люди подарили, но на улицу мы не ходим, так как живем на пятом этаже, мама грузная и нам не спуститься никак вниз туда. На коляске ездим только до ванны и с горем пополам забираемся в ванную, затаскивая ее и моемся, сидя на табуретке. Спасибо вам за внимание, здоровья вам и вашим близким. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!